Я ему поставила условия. Либо мы едем вдвоем, либо мы не едем вообще. Когда же я попыталась ее изничтожить, я делала две серьезных попытки. Первая попытка, я выкинула эту резиновую тварь в мусоропровод. Когда мое кольцо золотое я потеряла, он не пошел его искать. А я за этой тварью рылся в мусоре, пришел весь волючий, отмыл, надул и опять посадил. Мы едем втроем, ваше честь. Я в сумасшедшем доме. Я сама с ума сойду. А у вас что, дома нет иголок что ли? Друзья, вам здравствуйте. Всем тем, кто сегодня на чиле. С утра решил начать день не только с приятных бодрящих напитков и завтрака, а еще и подкрепиться позитивом от компании Алямы и непосредственно от Кузнецова Дмитрия. Я всем передаю огромный плавенный привет, безмирную любовь посылаю вам и пожелания крутого, хорошего, яркого дня. Работаем. Здравствуйте, Викторович. Здравствуйте. Слушаю. Кто вы такие? Меня зовут Гурьева. Светлана Александровна, отдел изыскания Банка Тиньков. На текущий момент уфиксировано нарушение по вашему договору. Задолженность у вас по двум продуктам в размере 14 649 рублей. По кредиту наличными 11 949 рублей. И по кредитной карте 2700 рублей. Банк требует погасить задолженность сегодня. Сегодня до какого времени тут поступит оплата? Слушайте, фамилию было не слышно вашу. Я так подозреваю, что все дальше хорошо, а фамилию не слышно. Прямо понимаете, да, фамилию было не слышно. Специально что-то делать, фамилию не было. Ну, потому что все дальше хорошо, все хорошо слышно, да? Алло. Вот тут открыл комментарий, просто ради интереса, да? Вот на ролик «Кооперация Дурашкин плюс видеовзыскателя». Вышла у нас в понедельник, 21 числа, 21 августа. Вот комментарий, да? Интересно, что не все читают. Я прочитаю. Что за глупый вопрос? Той, кого куда ведет. Ведущий специалист. Ведущий специалист возглавляет и ведет колонну идущих на. Компания «Боофинансы», скажите, Владимир Сергеевич, это вы? А вы свое имя, фамилию и отчество забыли мне сообщить. Да, конечно, это компания «Боофинансы», специалист Мазурова Марина Владимировна, уведомляет запись разговора. Представить сомнение сложно. Вы, Владимир Сергеевич? Да, конечно, мнение сложно. Значит, звоним по вашей задолженности к компании «Турбозайм». Просрочка ваших 100 дней. К оплате сумма выставленная 22636,45 рубля. Стребование кредитуры произвести оплату до завтра, 22 августа. Вы готовы присчитаться полным объемом? Простите, а вы главный специалист или ведущий специалист компании «Боофинансы»? Просто специалисты? Просто специалисты. Для вас это принципиальный вопрос? Ну, на самом деле, просто все вот люди, которые… Какой ты день телеспричит? Я объясняю, что вы куда-то торопитесь, так и не узнаете. Так ты немножко погромче, почему-то плохо вас слышно. Люди, которые работают, все время переспрашивают. Они почему-то все время заявляют, что они главный эксперт, главный специалист, ведущий специалист. А вот вы говорите, что административное взыскание – это ваша стезя. Хотя административное взыскание и вообще взыскание в нашей стране доступно только особо уполномоченным людям. Ну, это судебный пристав, судья, прокурор. Вы отошли от темы, Владимир Сергеевич. Все-таки, да? Вам вопрос был задан по поводу погашения вашего долга, а не мне. Неудобно, неудобно, неудобно. Неудобно. Это не профессия, вы что ж такое себе позволяете. Профессия – это, знаете, сварщик, токарь, водитель. Профессиональные навыки у человека должны быть. Это моя специальность на данный момент, Владимир Сергеевич. Это неудобно, если вы мне докажете. Вашего долга. А специализация в чем заключается? А вашего долга, Владимир Сергеевич, в какой цели я вам что-то должна доказывать? А почему вы думаете, что я что-то вам буду рассказывать? Я вам отвечаю, я вам ничего не должен. Ну, что не так-то, а? Ну, вы можете не рассказывать, вы можете оплатить свою должность. Пазлы складываются, нет. Дело по поводу искания долга, никаких вопросов к вам не будет. А что, ну, какие последствия меня ждут, если вы не закроете это дело? Очень любопытно, что будет со мной и с моей жизнью? Я не понимаю, ваши вопросы, что ответы. Я не понимаю, чего вы добиваетесь. Вы не понимаете, как отвечать на мои вопросы? Вы не понимаете, как себя вести, когда человек спокойно к вам относится? Ну, это же смысл отвечать на такие подобные вопросы, которые не имеют отношения никакого отношения к вашей задолженности. Вот видите, это называется жизнь отзеркалила вам все. Вот вы почему-то думали, что кто-то там будет на ваши вопросы отвечать, и вы не понимали, почему они не отвечают. А люди разобрались. Да я же не против, если вы не облегчите работу, если вы закроете, вы задолжены, если вы отвечаете на какие-то вопросы? Нет, представители коломасы должны страдать, страдать и страдать. Вы по поводу своего долга мне предоставьте информацию? Нет, если это облегчит вашу работу, то извините, нет. Я хочу, чтобы вам было сложнее. Откат взаимодействия фиксирую в Донецке, когда и откат от добровольного погашения. Вы накидали интриги, что будет все-таки, если человек рискнет, и его дело не будет закрыто, и останется открытым в компании МБА Финансы. А тут комментарий. Бля, я не главный, я ведущий. Блин, сейчас сдохну. Ну, это вот пишет человек, да, опять же, на ролик, который очень хорошо зашел, 21 августа, операция Дурашкин называется. Ну, и на этот же ролик, комментарий, допустим, сегодня Ебанашкин, ой, простите, Дурашкин сделал контент. Я специально не читаю те, которые не совсем интересные, но я знаю, что многие вообще не спускают советку комментариев, а вы спуститесь, ребят, посмотрите. Кстати говоря, то же самое коллекторы, они не спускаются в ветку комментариев, потому что, ну, очень уж не хотят. Алло, да, 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 здрасте, алло. Занят. Микрофинансовая компания «Займер» на судебный отдел, меня зовут Инова Евалёна Игрин, разговор записывается. Так бывает, да. Алексей Геннадьевич, у вас просроченная задолженность по договору 54 дня, сумма 31 782 рубля 74 копейки. Вы как намерены вопрос задолженности решать? Откуда такая уверенность у вас? Или вы просто подозреваете? О чем вы говорите? Ну, вот тот тезис, который вы сейчас выдвинули с такой уверенностью, задолженностью. Я спрашиваю, как вы намерены вопрос задолженности решать, Алексей Геннадьевич? Нет, прежде чем сформировать вопрос, да, вы заявили, так непоколебимо, что у меня задолженность. Вы уверены или подозреваете? Да, у вас все четыре дня просроченной задолженности. Вы уверены или подозреваете? Как вы намерены решать данный вопрос задолженности? Еще раз. Уверена, да, но подозревать хуже, чем знать. В реальности-то есть граница воображения, их нет. Алексей Геннадьевич, к вопросу задолженности вернемся, мне больше это интересно. Почему вы думаете, что меня интересует то, что вас интересует? Меня это не интересует. Вы готовы вопрос о должности в добровольном порядке решать? То есть вы настаиваете, чтобы я все-таки склонился в вашу сторону и начал соответствовать вашим ожиданиям. Правильно или неправильно? Готовы к диалогу, Алексей Геннадьевич? Конечно, готов. На любую другую тему, не касающуюся моих персональных данных. Вопрос о должности как намеренно решать? Это тема меня не устраивает, мне не интересно с этим разговаривать. То есть вы не будете в добровольном порядке возвращать средства к кредитору? Правильно я понимаю? Это ваши выводы, я так не говорил. Я правильно понимаю, вы не готовы оплачивать в добровольном порядке? Я не знаю, откуда вы такие выводы, на основании чего делаете. Я вам заявляю, что нет, неправильно. Хорошо, то есть вы добровольно вернете средства к кредитору, у вас есть сутки. В каком объеме будете оплачивать? И это тоже, вот эти вот дедлайны, они совершенно неуместны. Алексей Геннадьевич, хватит говорить умными словами, не по теме. А что? Я понимаю, что вы пытаетесь... В чем проблема, когда с вами по-дурацки общаться, что ли? Вам это привычнее? Я задаю вопросы о вашей задолженности, они бесконечно-вечем. Нормальные люди, наверное, когда с ними умными фразами, как вы выразились, выражаются, они как бы стараются зафиксировать этот процесс подольше, продержаться. Но все-таки умные фразы. Я вижу, разговариваю с специалистом, еще 4 июля вам предлагают скидку на погашение, вы обещаете завести оплату. Со специалистом, с вашей организацией я ни с одним специалистом не разговаривал. Просто умеющим читать... Разговариваю с Шельковой Анастасией Эдуардовной, 4 июля вы разговаривали. Она просто умеет читать и все. Обещали продать договор. Знаете, как умные люди говорят, вот в частности Оскар Уаут. Человек меньше всего похож на себя, когда говорит от своего имени. Дайте ему маску, и он расскажет всю правду. Вот вам напялили маску взыскателя, важного человека, и вся правда из вас лезет. И вот этот шедевр надо запомнить. Коллектор Кузнецова сказал, я не понимаю, когда вы говорите умными словами. Да? Так бывает. Как я сказал в самом начале. Здравствуйте, меня зовут Игорь Наталья Ивановна, Хомкредит и Финансбанк. Ана Михайловна, могу услышать? Как фамилия ваша? Не совсем понятно. Вы проглотили свою фамилию? Нет, Игорь Наталья Ивановна, Хомкредит и Финансбанк. Демина? Игорь Наталья Ивановна, могу услышать? Демина, да? Фамилия ваша. Я вам представилась. Вы знакомы? Такое ощущение, знаете, такое ощущение, что вы прям смущаетесь от того, что кто-то отчетливо услышит вашу фамилию. Но это разве так взрослого человека может жить? Здравствуйте, у нас есть для вас важная информация. Она выключилась. Она лучше психанула. Надо ездить. Алло. Здравствуйте. Хомкредит и Финансбанк. Меня зовут Ромашина Колеза Ивановна. Это Владимировна. Ана Михайловна, могу услышать? Сейчас, Елизавета. Владимировна, да? Все верно. Аня! Елизавета Владимировна какая-то в этот раз. Ага, держи. Держи труп. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Хомкредит и Финансбанк. Меня зовут Ромашина Колеза Ивановна. Михайловна. Это несъедобно. Здравствуйте, это я. Здравствуйте. У нас есть для вас важная информация. Просьба перезвонить по бесплатному номеру. Что-то они, да, как-то не хотят разговаривать. Здравствуйте. Алло, здрасте. Звонок из Совкомбанка. Меня зовут Максимов Кирилл Валерьевич. Звоню по поводу Екатерина Владимировна. Могу я услышать? Катю, что ли? Сейчас, блин. Здесь она нет. Катя, ты тут? Катерина. С ней как связаться можно? По какому телефону? Да сейчас посмотрю, где-то здесь была. В коридоре. А, вот она. На, на, возьми, поговори. Кирилл какой-то. Здрасте. Алло, здравствуйте. Здрасте. Звонок из Совкомбанка. Меня зовут Максимов Кирилл Валерьевич. Здрасте, вы Екатерина Владимировна? Здравствуйте, Кирилл Валерьевич. Слышу вас, это я. Отдел досудебного взыскания по Совкомбанка. По карте рассрочки Халва зоне у вас долг. 2800 рублей. 7 дней неоплата. И данную сумму долга в 25-м отшелу банк требует, чтобы вы погасили. Оплата будет поступать? Так нет же, уже много раз говорил. Что? Много раз говорила уже. Я вам требование банка озвучил. Вы будете их выполнять? Нет. То есть вы отказываетесь выполнять требование банка. Правильно я вас понимаю? Знаете, как в таких случаях говорят, капитан, очевидность, генерал, ясен, хунь. В чем причина? Нет, нельзя. В таком случае, Катерина Владимировна, важно понимать, что сумма иска в данном случае порядка 18,5 тысяч рублей будет вставлять от 353-й федеральный закон. Иска? И ваше бизнес приведет к судебному взысканию путем ареста заработной платы, счетов и имущества. На 18 тысяч, да? Закон об исполнительном производстве. Простите, иск на 18 тысяч? Дополнительную актизацию можно. Да, в основном для закрытия кредита порядка 18 тысяч. И вы хотите сказать, юноша, что банк будет формировать иск на эту сумму, заплатив пошлину почти? Да, в судебном порядке банк правильно начает взыскание в судебном порядке. Существует дополнительную актизацию можно. В каком телефоне? Вам этого мало? Что такое? Дополнительный номер нету, да? Адрес регистрации прежнего? Демонстрируйте болезненное любопытство. Я сейчас мужу передам трубку, вы с ним поговорите на этот счет. Екатерина Владимировна, как итог я воздействую за фиктирование? Ваши бизнесы будут более серьезно, 17-й федерации. До свидания. Эй, стой. Ты кто? Такой. 18 тысяч иск. Ну, давайте я объясню, да, на самом деле, кто-то удивляется, что 18 тысяч нельзя дать. Ну, пишут многие в комментариях, да, ну, не совсем, мне кажется, адекватные. Из-за 18 тысяч обратился в компанию. Среднестатистический клиент компании Алям имеет долговую нагрузку порядка 800-1,2 млн. Здесь серединку вывести не получалось у нас. Это МФО, куча всяких онлайн займов. Займов, и, как правило, клиент даже толком и не помнит, сколько чего и где. Поэтому вот такая вот история. И здесь не в 18 тысячах дела, а в принципе. Потому что даже с точки зрения процедуры банкротства, ну, нельзя об этом даже. Статья в 127-м федеральном законе об несостоятельности и банкротстве физических лиц говорит, что нельзя выделять приоритеты. То есть, кому-то платить, а кому-то не платить, если вы идете к банкротству. Нельзя. А иначе, ну, получите дырку от бублика, а не банкротство. Алло, здравствуйте. Да, алло. Здравствуйте. Здравствуйте, Звонок. Поступила в компанию MoneyMan. Меня зовут Икровский Никита Петрович. Алексей Юрьевич, это вы? Ага. Какая компания? MoneyMan компания называется. О, какое-то странное название. Никита Алексеевич. Вы верно? Ага. Говорю уже. Хорошо, если это вы, разлушайте, пожалуйста, дату рождения для идентификации личности. А что происходить, что будет сейчас? А для чего мне это делать? Разумеваю, вы понимаете, с чем зона поступает. Информация важная для вас имеется. Поэтому я уточняю, идентификацию вы готовы пройти, либо нет? А что, я только не пойму, при чем здесь важная информация. Мое имя и моя дата рождения. Ничего не понимаю. Простите, конечно. Хорошо, Никита Алексеевич, есть ли это вы в таком случае с вместоятельностью с компанией MoneyMan свяжитесь. А, это зачем мне это делать? А, это зачем мне это делать? Я не пойму, зачем мне это делать? Еще раз, еще раз телефон. Никита Алексеевич. Ничего не понимаю. А, подождите, я продиктую еще раз. Ага, давайте, давайте. Ага. 8, 800. Что? Что еще раз? 800. 8, 800. 600. 600, 8. Ага, 800, 600. 10, 18. 610. Что-то короткий какой-то. 610, 18. 600 ровно, 600 ровно, 600 ровно, 600, 10, 18. А, 600 ровно, потом опять 600, 10. А, сейчас длинный получился, ничего не понимаю. На сайте номер обычный 8, 800, 600 ровно, 10 и 18. На сайте компании MoneyMan номер есть? 610, нет, то вы говорите 600 ровно, то 610. В каком сайте? Какой компания? Дату рождения свою назовите. Дату рождения назовите свою. Я предпочтаю, что это необходимо. Я в данный момент не знаю, с кем я общаюсь. По номеру, за речью не свяжитесь. То есть, вы думаете, что если я, блядь, а вам надо все говорить, да? Всего доброго, до свидания, мы с вами поправляемся. Они дураки, блядь. До свидания, до свидания. Вот ему говорят, дай дату рождения, я не знаю, с кем я разговариваю. А он думает, что ему все должны рассказывать, да? Вот так все просто. Берешь и так вот делаешь, как я говорю, отзеркаливает ситуация, и, блядь, он уже все, он, нет, так нельзя. А знаете почему? Потому что в их бошки тупые имплантировали какое-то понимание их важности. Важность основана на том, что они работают в какой-то микрофинансовой организации. Ну, типа почти в банке. Ну, или в банке. Нужно соответствовать занимаемой должности во всех смыслах. Тогда я не буду себе искусственной значительности добавлять. Алло. Макс. Макс Корж. Чего какие-то хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хироборы вылезли? С звуком таким мелодичным вот это. Ебать. Субтитры сделал DimaTorzok